МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По телефону 202-11-22 задавайте вопросы. И прежде чем начать наш разговор, предлагаю поближе познакомиться с гостями в студии. И начнем с Аллы Александровны. Небольшая биографическая справка. Алла Волчкова родилась в городе Куйбышев. Закончила физико-математическую школу номер 135. Затем продолжила обучение в Костроме. В это же время была комиссаром клуба юных летчиков и десантников. На счету у самой Аллы Александровны 49 прыжков с парашютом. На протяжении нескольких лет Алла Волчкова трудилась в знаменитом пионерском лагере «Артек». Два года Алла Александровна работала во Вьетнаме, выполняя особую миссию. Затем Москва, учеба в аспирантуре и докторантуре. Вернувшись в Куйбышев, Алла Волчкова прошла путь от старшего преподавателя педагогического института до должности профессора института управления. 20 лет Алла Александровна работала в мэрии Самары, руководителем департамента образования, затем заместителем главы администрации города по социальным вопросам. В 2010 году Волчковой поручено возглавить один из центральных районов Самары – Октябрьский. Алла Александровна Волчкова – признанный лидер российского научного сообщества. Свыше 50 ее трудов посвящены главной теме – как воспитать счастливого человека. Ее имя также хорошо известно в законотворческой среде губернии. Алла Александровна награждена почетным знаком за заслуги в законотворчестве. Среди многочисленных наград Аллы Волчковой – нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Орден Русской Православной Церкви Святой Равноапостольной Княгине Ольге 2-й степени. Нагрудный знак «За заслуги перед городом 3-й, 2-й и 1-й степеней». Алла Александровна подкупает ваше желание сделать людей счастливыми. Вот ваши эти работы многочисленные, которые вы этому посвятили. И главное, что у вас есть такая возможность. Но сегодня мы живем в такое время перемен, во время проведения реформы МСУ. И хотелось бы узнать, какие новые задачи появились у главы администрации района вот именно в это время. Задачи, функции, возможности, может быть. Что поменялось? Вы знаете, я очень рада, что на сегодня есть такая структура, как администрация района, Октябрьского, потому что действительно то, о чем мы мечтали, сегодня сбылось. Исполнительная власть, она исполняет. А исполняет что? Вот в данном случае мне очень приятно, что мы теперь исполняем те пожелания по улучшению качества жизни, которые нам диктует население. Своим депутатам, через общественные советы, через территориальные органы самоуправления. А теперь они мне говорят, надо отремонтировать вот эти улицы. Надо отреставрировать вот эти дороги. Надо обрезать вот эти деревья. Здесь нужно поставить детскую спортивную площадку. И вы знаете, я с удовольствием принимаю эти адреса. Мы с удовольствием исполнительная власть их делаем и отчитываемся перед населением и перед этими общественными структурами, что мы действительно исполнили их наказ и их волю. И вы знаете, мне приятно. Почему? Потому что люди чувствуют, что именно их пожелания исполнительная власть берет и исполняет. А что появилось вновь в нашей работе? Вы знаете, осталось практически все, что было. Это благоустройство, это решение вопроса существования их дома, проблемы ЖКХ, это организация досуга во дворах, это вопросы, связанные с потребительским рынком. Что продаем, где продаем, как продаем, почем продаем. И вы знаете, мне сегодня очень приятно, чтобы я могу, как глава района, глава администрации района, принимать эти решения в интересах жителей. Ну, а самое главное, практически я не ухожу из дворов. Я практически постоянно с людьми спрашиваю их, решили ли мы их задачи. Вы знаете, мне очень нравится седьмая статья Конституции, которая гласит, каждый человек имеет право на достойную жизнь. И вот если наша исполнительная власть эту статью Конституции исполнит, я могу сказать жителям Октябрьского района, я буду рада, это моя мечта, и сегодня я иду к своей мечте. Да, сделать людей не только счастливыми, но и достойно. Достойное качество жизни, которое они заслуживают. Ну, вам в этом помогают и депутаты, и депутатов стало больше. Давайте поближе теперь познакомимся с нашим вторым гостем, Алексеем Петровичем Дегтевым. Посмотрим ролик. Алексей Дегтев родился 24 августа 1964 года в городе Куйбышев. У Алексея Петровича два высших образования. Он окончил Смоленский государственный институт физической культуры и Московский городской педагогический университет. С 1990 года по настоящее время Дегтев работает директором средней школы номер 58. С 2010 года является депутатом городской думы по Октябрьскому избирательному округу номер 9. Работа депутата познакомила Алексея Дегтева с проблемами большого города и научила, как их решать. В 2015 году Алексей Петрович избран депутатом думы городского округа Самара шестого созыва. Является председателем Думского комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту. Алексей Дегтев награжден почетными грамотами, благодарностями и государственной наградой Российской Федерации, медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Женат, воспитывает двух дочерей. И в представительной власти тоже перемена. Появилось много депутатов районных советов. У меня такой вопрос. Депутаты городской думы как-то общаются, сообщаются, пересекаются с депутатами районных советов? У вас есть взаимосвязь? Или вы как работали в городской думе, так и работаете? Они сами по себе на местном уровне, в местном масштабе. Как выстраивается вот эта работа? На самом деле, такого разделения нет. Мы получили право, мы депутаты районного совета, то есть получили доверие от своих коллег, то есть уже не было прямых выборов от избирателей. То есть мы были уже избраны из числа депутатов райсовета на срок два с половиной года, то есть такие полномочия. И с упреждением, если работа будет качественной, эффективной, результативной, то есть с учетом пролонгации. Ну а если подведешь, то предусматривается процесс ротации. Взаимосвязь выстроена и с комитетами. По большому счету во всех районных советах, и в нашем том числе, созданы фактически аналогичные в городской думе комитеты. Информацию получает о событиях, которые происходят в городской думе все депутаты районных советов. Более того, проводятся так называемые методические дни, потому что все располагают разным опытом работы, то есть стажем, так скажем, есть... Вот в этом есть и плюсы, и минусы. Тем не менее, во-первых, существует внутренняя поддержка, то есть с первых дней, кто бы из коллег не обращался в городской думе, за любым советом, который возникает в процессе, или встреча с избирателями, с получением довольного письма, с подготовкой документов, то мы оказываем непосредственную помощь. Ну и непосредственно аппарат Дома города Самара курирует. Курирует вопрос работы руководителей районов, о чем Алсан говорил, это председатели как раз советов, дальше курирует работы профильных комитетов, и в целом, так сказать, существует день, так называемых, открытых дверей, когда каждый депутат может прийти, получить любую консультацию. Да, потому что всегда хочется, чтобы количество, оно по теории физики переходит количество в качество, но вот хочется, чтобы количество депутатов, да, райсоветов, все-таки перешло в качественную работу. В совете Октябрьского района 26 депутатов на сегодняшний день о том, как работает совет и какие задачи стоят перед народными избранниками на местном уровне, расскажет председатель совета района Тимофей Кукушкин. У нас достаточно сложился такой активный совет депутатов. Все депутаты заинтересованы в работе, никто их не заставляет работать, между прочим, кроме жителей, которые немножечко постоянно на связи с ними. Минимум два раза в месяц у каждого свой график, каждый депутат ведет прием. И с учетом того, что их 26 на нашем районе, я думаю, что это значительное количество встреч. Они принимают обращения, жалобы и так далее, разные пожелания. Во время еще предвыборной кампании, когда она проходила в прошлом году, было собрано большое количество наказов по району. И буквально за полгода было выполнено где-то порядка 60-70 их процентов. Остальные вот сейчас в порядке, значит, исполнения. Ну, самая главная задача депутата – это представлять интересы граждан. В первую очередь, я так себе это вижу, как говорит правильно наш губернатор Николай Иванович Меркушкин, что нужно слышать и слушать, и доводить до исполнительной власти. А грубее сказать, это заставлять исполнительную власть работать в интересах граждан. Алла Александровна, с точки зрения главы администрации района, что сегодня представляет из себя Октябрьский? Потому что мы знаем, что именно этому району доверяли реализацию крупных, интересных, пилотных проектов. Вот сегодня та же ситуация, что актуально. Чем сегодня живет район? Но не только хочется слышать, что вот мы такие-то, у нас все тут хорошо, но и какие проблемы, которые сегодня в ходе решения решаются. Вот чем живет район? Сегодня район, конечно, отличается от других районов города тем, что у нас ведут самые большие реконструкционные работы по дорогам, по оснащению, благоустройству района. Потому что мы понимаем, что все-таки на 2018 год наш район – это лицо Самары. Это проходят основные трассы. Новосадовая, Московская шоссе, Волжский проспект, Северо-Восточная магистраль, улица Осипенко. Поэтому наши жители сегодня иногда немножко ворчат. Говорят о том, что не очень удобно, не очень комфортно. Но в последнее время, вы знаете, мне нравится разговор с жителями, потому что они говорят, потерпим, осталось совсем немного, а потом заживем. Чемпионат месяц пройдет, а нам на годы останется. Вы знаете, вот эта смена настроения в нашем районе мне очень нравится. Второе, если раньше люди что-либо критиковали, сейчас больше благодарят и больше говорят о том, что наконец-то, наконец-то появились лампочки по улице Ленина. Я не на трамвае езжу, а хожу, говорит почетный гражданин Самарской области, Ощепков. Мамы с колясками говорят, наконец-то мы сейчас имеем вдоль проезжих дорог тротуары, где можем просто пройти, проехать и пройти вдоль этой дороги. Вы знаете, мне очень нравится, когда мы начинаем с депутатами вопрос решать, а где бы нам еще построить детские площадки. А давайте, телезрители и жители, посмотрим, послушаем. И получается так, что у нас не так уже много желающих строить детские площадки, они уже есть. Прекрасно. Ну, знакомимся с первым дозвонившимся в нынешний эфир. Представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Марина Соколова, я жительница Новосадовой, дом 34. Алсан, добрый вечер. Добрый вечер. Алсан, мы хотим вас поблагодарить от всей семьи за благоустройство бульвара Чарускинца. Какое красивое место стало, как приятно погулять с ребенком. Огромное вам спасибо. И вопрос. Алсан, а планируете ли вы дальнейшее благоустройство бульвара? Спасибо большое. И вам спасибо за... Знаете, вам спасибо за вопрос, потому что этот вопрос и правильно задают сотни жителей Октябрьского района. Когда-то, три года назад, жители взяли меня за руку, жители 32-го, 34-го, 30-го домов по Новосадовой, и мы с ними прогулялись по бульвару Челюскинцев. И они меня пристыдили. Сказали, вы глава района и имеете в центре района такое безобразие. И вы знаете, прошло три года, и сейчас эти жители говорят, Алсан, да как хорошо. Конечно, спасибо социальному партнеру Октябрьского района. Это Самара Нефтегаз. 15 миллионов они вложили в ремонт улицы Челюскинцев. Спасибо им за это. Но я хочу сказать, жители правильно задают вопрос, а что же от Новосадовой до улицы Ленина по бульвару Челюскинцев? Уважаемые жители, буквально со следующей недели начинается реконструкция участка бульвара Челюскинцев от Новосадовой до Ленина. И там вместе с депутатами мы решили разбить сквер Октябрьский. Там будут освещения, там будет плиточка, там будут красивые деревья, там будут информационные стенды обо всех депутатах, обо всех общественных советах и об администрации района с телефонами, где можно получить эту помощь. Давайте немножечко подождем. А самое главное, вы знаете, конечно, люди привыкли, идя по улице Челюскинцев, покупать помидоры, огурцы, рыбу, чесночок. Конечно, на сегодняшний момент, наверное, изменились времена. Изменилась ситуация. И мы эту часть улицы освободим от лоточной торговли. А пенсионерам, уважая их труд, мы предложим торговать чуть дальше. Но также всем жителям скажем, где можно будет купить их продукцию. Поэтому не надо бояться тем, кто свою продукцию реализовал на бульваре Челюскинцев. Им будет предложено другое место. Алексей Петрович, вы сталкиваетесь с такими проблемами, потому что Алла Александровна сказала, что будет убран вот этот рыночек. И я сразу предполагаю, что в связи с этим возникнут не только плюсы, но и минусы. Как вы отрабатываете обращения избирателей, в частности, по изменениям каким-то в системе потреб рынка, в организации торговли и так далее? Какой существует механизм? Ну, существует или индивидуальное обращение, или коллективное обращение. И всегда, конечно, нужно посмотреть на ту и другую сторону. То есть на сколько требования объективны. Насколько в шаговой доступности находится сеть потребительского рынка и какой товар, так сказать, представляется за свой. Если мы видим, так сказать, продукцию, которая просто по определению, она не может здесь вырасти у нас в регионе, не только, так сказать, в городе, да, так сказать, вот, то понятно, это перекупщики, и где пытаются спекулировать просто-напросто, где не оплачиваются ни налоги, где нарушается санитарный режим во всех отношениях. Да, и этот товар, так сказать, он, знаете, если проверить правильность взвешивания, то далеко, так сказать, не дешевый. Вот. Но в любом случае, так сказать, мы к этой работе, которую проводим совместно с администрацией, привлекаем и правоохранительные органы, и прокуратуру территориальную, потому что это в рахах компетенции всех этих структур, принимаются решения. Ну, добавлю, что у нас есть не только вот такая лоточная торговля, есть и киоски незаконно созданные, и большая работа проводится, и кропотливая работа, но зачастую бывает, что сегодня у нас праздник, мы совместными усилиями вывезли киоск, да, так сказать, вот, наутро он появился, если как грипп, не на этом месяце, так сказать, на следующем. Ну, что, депутаты принимают в этом участие? Самая активная. И, конечно, самая большая беда, наверное, сегодня, так сказать, трансформировалась, это торговлю на первых этажах жилого фонда. Но торговлю не то, что необходимо населению. А строят, да, магазины, пивнушки и так далее. Пивнушки, разливнушки, так сказать, такого характера. Здесь, конечно, не справится ни администрация, ни депутатам, пока, как вот Александр приводит пример, всегда говорит, надо здесь ногами голосовать. Да, а жильцы пока не будут трубить об этом, да, в офиске? Не об этом, просто игнорировать необходимо. Необходимо игнорировать, понимать, что это зло, так сказать, да. Не покупать. А, таким образом, проявлять свою позицию. Негативную, понятно. Вот, это самое, и когда это в массовом характере будет происходить, да. Ну, а роли жителей жильцов мы еще поговорим. Предлагаю послушать следующий звонок. К нам дозвонился следующий телезритель. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий. Мы живем на Новосадове 163. Не за горами, а отопительный сезон. И у меня вопрос вот в голове Октябрьского района. Александр, не будем ли мы вернуть в этом году? Ну и вообще, как целый район готов к отопительному сезону? Дмитрий, спасибо за вопрос. Он действительно для нас сейчас очень актуален. На территории Октябрьского района 867 многоквартирных домов. Это очень много. И для того, чтобы войти в отопительный сезон, каждый из наших домов должен получить паспорт готовности. Для этого провести испытания, провести все текущие ремонтные работы. Где-то даже завершить работу по капитальному ремонту. Я сегодня могу вас сказать и успокоить. Практически 80% всего жилого фонда у нас сегодня такие паспорта оформляют или оформили. И уже готовы к отопительному сезону. Все остальные в работе. Есть полная уверенность, что буквально через неделю, через две, мы будем готовы полностью к приему тепла в наших домах. И я вам хочу сказать, что за последние пять лет больших аварий в Октябрьском районе, слава богу, не было. Да, это всегда нужно осторожно. И поэтому, конечно, это особая наша забота. Это особый наш предмет ответственности. Поэтому мы очень к этому готовимся. Но я сразу хочу сказать, не все дома у нас новые. Поэтому, когда запускается тепло, где-то не хватает этого тепла. Где-то есть проблемы, которые наши ремонтные бригады, управляющие компанией, товарищи собственников жилья, выезжают и все исправляют ошибки. Для этого хватает октября месяца. Я думаю, что так и будет. Но вопрос очень интересный. Спасибо. Да, люди заболновались, потому что осень в этом году началась буквально 1 сентября. Я попрошу на следующий вопрос ответить коротко. Есть такое мнение, что глава или депутат должны жить в том районе, который они возглавляют или курируют. В вашем случае это так или нет? Это вообще мешает работе, если вы живете, допустим, в другом каком-то? Вы знаете, к сожалению, наверное, я живу в Самарском районе. Но это в шаговой доступности. Если мне нужно, я достаточно без транспорта, без общественного, без машины. За 30-40 минут я уже на рабочем месте. Прекрасно. Очень приятно. Но Октябрьский район я искренне люблю, и поэтому считаю его своим, даже если не проживаю. Я в нем работаю больше, чем живу в Самарском районе. Мой рабочий день начинается в 7 утра, и он завершается в 8 в 9. Но суббота у меня тоже рабочий день. Поэтому я вам искренне говорю, я живу в Октябрьском районе. И ему очень за это признательно. Спасибо. Алексей Петрович, вы живете в Октябрьском районе? Учился, работаю, живу. У меня, наверное, некий перебор такой. Да, ноль. Поэтому у нас есть служба при водоканале, когда выезжают на спецвызовы аварийные. Их ласку называют октябрято. Вот такой октябренок. Да. Ну, приятно всегда слышать такие ответы. У каждого района своя специфика. Напомним о достопримечательностях и особенностях Октябрьского. Посмотрим ролик. Кстати, в это время можно дозваниваться и задавать вопросы. Октябрьский район был образован 26 августа 1939 года. На территории района проживает более 150 тысяч человек. По численности населения Октябрьский четвертый в городе. В последнее время здесь наблюдается тенденция омоложения состава населения. Площадь района составляет более 4 тысяч гектаров. Октябрьский интеллектуальный центр города. В районе 9 высших и 9 средних специальных учебных заведений. Детей района обучают в 14 муниципальных школах, воспитывают в 29 детских садах, в 9 учреждениях дополнительного образования. Транспортные передвижения обеспечивают центральный автовокзал и 4 из 9 станций метро. Октябрьский район – центр торговли. В нем действуют более тысячи объектов потребительского рынка, общественного питания и услуг. Это также культурный центр Самары. Третья и четвертая очереди набережной Волги, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, выставочный центр «Экспо Волга», МТЛ «Арена», Ботанический сад, зоологический парк, музейно-выставочный центр «Самара Космическая», Самарская областная универсальная научная библиотека расположены в Октябрьском. Культурную программу в районе осуществляют КРЦ «Звезда», ДК «Современник» и «Полет». Для реализации спортивных и физкультурных достижений в районе работают два стадиона «Волга» и «Торпеда», а также 63 спортивные площадки. Основными приоритетами развития района являются городское хозяйство, совершенствование архитектурного облика, поддержка потребительского рынка и рынка услуг, реализация социальных проектов, развитие муниципального самоуправления. Октябрьский район по праву считается одним из центров деловой, административной и научной жизни Самары. Оставаясь географически центральным, он наиболее перспективен для реализации масштабных и интересных проектов. К нам дозвонились телезрители, и следующий вопрос задает Лилия Ивановна. Адрес Николая Панова, 6. Во дворе нет освещения и дорога плохая, когда на наш двор обратят внимание. Давайте мы так договоримся, что ваш двор мы знаем, внимание на него мы обращаем. В этом году сформированы уже планы, ведутся ремонты дорог внутриквартальных, а на следующий год ваш адрес мы поставим в ремонт дороги и обязательно исполним. Алексей Петрович, вы на какие такие приоритетные направления жизни и жителей, и района направляете свое внимание как депутат? Что для вас приоритетно? Мы вас знаем, как директора школы. Понятно, что образование. Приоритет выходит не от инициативы депутатов в данном случае, а от инициативы жителей. И сегодня, на самом деле, это проблемы жилища, жилищно-какинального хозяйства, проблемы благоустройства дворовых территорий, потому что этот пример с этим вопросом тому подтверждение. Работая в городской думе, конечно, приоритет того комитета, который возглавляет непосредственно социальная сфера, образование, физическая культура, спорт, молодежная политика, то есть вся социальная сфера. А здесь, конечно, с населением мы работаем в рамках... Да, ну вот существует такое мнение, что избиратели... Таких проблем, так сказать, насущных. Да, ЖКХ, да, в основном. Это, в первую очередь, доминирующее количество вопросов, проблематики ставятся в этой части. Если в доме у человека все хорошо, он выходит за пределы дома и говорит, давайте, вот, да, богоустраивайте внутренний двор. Вот, если здесь ситуация нормализуется, да, тогда он уже смотрит, так сказать, шире на проблему. Это внутриквартальные дороги, да, это, так сказать, освещение, это спиоаварийных, так сказать, деревьев. Согласна с вами. И все-таки образование и спорт – это, безусловно, и приоритеты Алексея Дегтева, но у него есть соратники и коллеги, которые тоже занимаются этим в Октябрьском районе, в частности, в 54-й школе. Посмотрим об этом сюжет. Тренер Алексей Мартынов проводит инклюзивные спортивные занятия. В клубе «Крылья мечты». В футбол играют даже те, кто об этом не мечтал. Дети с нарушениями здоровья забывают о недугах и стараются изо всех сил. Успехи есть уже. Очень много друзей хороших, атмосфера хорошая, общаемся. Если кто-то не получается, тренера нам подсказывают. Когда я сюда пришел, я ничего не умел. Не бить по воротам, ничего. После нескольких месяцев, мне более-менее стало играть. Так на практике выглядит развитие массового спорта. Задача районной власти – подготовить базу для занятий, восстановить заброшенные площадки и вовлечь в спорт как можно больше жителей с разными возможностями. «Для меня, как для человека, очень приятно, что ребята, пройдя определенный курс тренировок у Алексея, вполне на хорошем уровне смотрятся и практически незаметно, что у них у кого-то где-то какие-то визуальные дефекты присутствуют». Алексей Мартынов – не только директор футбольного клуба, но и депутат Совета Октябрьского района. Считает, что только сообща и вместе можно решить любую проблему. «Благодаря сотрудничеству с управляющими компаниями, сотрудничеству с администрацией не только района, но и города, все сдвинулось с места. И, знаете, так покатилось, так стало хорошо. И вроде как меня даже за своего все считают. Вот я прохожу по району, я даже удивляюсь, меня в лицо знают, а я многих жителей просто даже не знаю. А вот детишки меня узнают больше, потому что спортивная часть района у нас сильно стала развиваться». И действительно, за последний год в районе увеличилось количество проведенных турниров по хоккею и футболу, а также число желающих приобщиться к спортивным занятиям и в дальнейшем стать чемпионами. Ещё одно обращение вопрос, которое поступило к нам на сайте телекомпании. Дмитрий Корягин. В связи с началом осени актуален вопрос, как можно бороться с паркующимися на газонах. Административная комиссия не успевает объехать такие места. Можно ли направить обращение с материалом в электронном виде для оформления нарушения? Существует ли мобильная приёмная Самара и можно ли туда направить такие обращения? Я тебе быстренько отвечу, да? Очень хорошо, что этот вопрос прозвучал. Почему? Любой житель может сфотографировать машину, которая размещена на газоне. Обязательно, чтобы на этой фотографии была дата и был виден номер машины. По электронной ли почте, принести ли в здание администрации Октябрьского района Новосадовая 20, сможет любой гражданин. Административная комиссия всегда найдёт время и нарушитель будет оштрафован. Несите, пожалуйста, нам такие сигналы. Спасибо, тем более, что сегодня во время эфира выходят телефоны и приёмные, и куда вы можете звонить и приходить. Следующий вопрос. А, извините, есть звонок. Давайте послушаем, а потом зададим вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Задавайте вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Кантиновна. Я бы хотела узнать, будет ли ремонтироваться тротуар от Новосадовой до Политехнического института. Там очень плохой тротуар, ноги сломать можно. Я понимаю, я вчера только там была. Если вы обратите внимание, уже начались работы по ремонту тротуара, то того, о котором вы говорите. Буквально в ближайшее время тротуар будет отремонтирован. Следующий вопрос, Татьяна. Лейтенанта Шмидта, рядом стройка, работает переправа, дороги разбиты, тротуаров нет вообще. Лейтенанта Шмидта. Эту проблему знаем, будем ее решать. Депутаты эту тему поднимают, общественный совет эту тему поднимают. Жители, я думаю, что на следующий год мы изыщем все средства, чтобы эту проблему решить. Депутаты эту тему поддерживают. Я хочу добавить, наберитесь, пожалуйста, немного терпения, так сказать, будет благоустроено во всех отношениях и обрезка варимых деревьев по ходу движения трассы и освещение будет. Это стоит в плане 2017 года. Да. Пугают людей, что пошли дожди и как-то вот, что боятся, что не завершится, не завершится, опять в 8 зиму идем. Как раз в общественном совете или у депутата можно дать информацию, что будет в этом году сделано, что будет сделано на следующий год. Мы сейчас в этом году ремонтируем 18 внутри квартальных дворов. Это очень много. Сумма достаточно тоже большая, около 50 миллионов рублей. Впервые за 5 лет. На следующий год, я думаю, у нас тоже будут возможности приступить к ремонту дорог вокруг дворах. И я более хочу сказать, с нашими новыми полномочиями с 1 января администрация района будет и содержать эти дороги, убирать и в зимний, и в летний период времени. Я думаю, что мы здесь вместе с жителями порядок будем наводить постепенно. Да. Прекрасно, что к нам присоединяются жители. Еще есть возможность задать вопросы, так что звоните. Денис Радаев интересуется, когда будет решаться судьба незаконных железных гаражей. Наверное, мешают. Самая большая проблема, что все металлические гаражи в Октябрьском районе в городе являются незаконными. У хозяев нет свидетельств на то, что они являются их собственниками. Но, к сожалению, сегодня нет законов, которые нам позволяют власти приехать, подогнать эвакуатор и убрать металлический гараж. Поэтому первое, что мы просим жителей, если вы не используете металлический гараж как гараж для машины, а годами у вас там скапливается утварь, пожалуйста, убирайте их сами, а мы вам поможем отвезти, утилизировать и после этого убрать территорию. У нас есть примеры целых микрорайонов и районов на нашем районе, где люди это сами делают. И второй, так сказать, момент, это то, что сегодня ищется та норма, по которому мы будем эти гаражи убирать. Например, суды. Поэтому давайте объединим наши усилия в борьбе с металлическими гаражами. Да, а в борьбе с машинами, со старыми, которые стоят тоже, занимают парковочные места, можно как-то объединиться. От жителей здесь что-то зависит, потому что вот в моем дворе стоят две машины лет восемь. Вы знаете, если вы нам дадите адреса, в течение двух недель эти машины будут вывезены. Мы их сначала делаем запрос в органы полиции, они нам говорят, что или есть собственник, или собственника нет. Мы имеем средства, чтобы заказать эвакуатор и вывезти эти никому не принадлежащие машины. Ну, у нас такие машины остались единицы, только те, наверное, о которых мы не знаем. Сообщайте нам. Я в Ленинском районе справедливости ради не вашу. Мы их будем убирать, да. Таким машинам нет места в Октябрьском районе. И все-таки, вот как Алексей Петрович говорил, сначала нужно потопать ногами жителям, да, рассказать о своей проблеме, значит, осветить ее, написать какое-то заявление, а потом уже начнет раскручиваться решение. У нас есть еще один пример взаимодействия трех сторон, власти, депутатов и жильцов активных в решении проблем благоустройства и озеренения. Подробности в сюжете. На дворе осень, но забота жителей о цветах, посаженных своими руками, не прекращается. Красиво жить не запретишь, шутят жильцы. Цветники разбиты практически у каждого подъезда. Здесь дорожат чистотой и порядком, потому что наводят его сами. Хочется, чтобы наш дом был красивым, уютным, приятно было гулять с детьми. Поэтому мы здесь выходим, садим и все делаем. Мы и красим весной, и белим, и садим. Это все мы делаем сами жильцы. Желание жильцов видеть свой двор красивым и благоустроенным не остается без внимания. Каждый труд должен быть вознагражден. Наиболее активных жильцов поощряют наши депутаты, помощники администрации Октябрьского района. Недавно происходило вручение вот таких вот удостоверений наиболее активным участникам с медалями. Наградили медалью. Жильцов неравнодушных к тому, как обустроена территория, на которой они проживают, становится все больше. Больше и пожеланий, которые активисты адресуют районной администрации и депутатам. Чувствуется изменение, чувствуется динамика, рост, конечно же, когда нас больше, которые болеют душой за нашу территорию, за наши клумбы. Это всегда приятно. Потому что, в частности, этот район, где мы находимся, видовая территория, дальше уже советский район. И мы хотим вот именно здесь показать, посадить больше растений, деревьев. Жильцы уже высадили 35 деревьев и множество цветов. На очереди воплощение других задумок. Готовим детскую площадку. Здесь вот уже заасфальтировали. Тоже администрация включила нас на 17-й год на детские формы. То есть должны здесь установить. Перспективный план местного благоустройства разработан вплоть до 2018 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дошло до того, что жители стратегически просто подходят к решению своих местных дворовых проблем. Вопрос поступил Алексею Петровичу. Давайте сначала послушаем звонок, потом все-таки зачитаю. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, представьтесь. Еще раз предлагаю вам представиться и задать вопрос. Алло! Да-да-да, говорите. А, здравствуйте! Это вам звонит больничный, 18-й. У нас очень темно во дворе. Нам свет никак не делают. Берем на заметку адрес. Берем на заметку, потому что есть городская программа «Светлый город». Но, к сожалению, наверное, ваш двор не вошел на 16-й год. Давайте посмотрим, что можно сделать, чтобы ваш двор вошел в 17-й год. Мы вместе с депутатами подготовим запрос и сделаем все, чтобы, возможно, городская дума внесла изменения в эту программу, включив ваш двор. Будем очень стараться. Да, вот как раз хорошо, что Алексей Петрович рядом. У нас это очень результативная программа. И, конечно, не все еще решено, но сделано очень многое. Понятно. И вам вопрос в сфере образования. Именно в развитии детского спорта что делается в Октябрьском районе, Марина? В первую очередь мы продвинули программу, но назовем ее так, она еще не программа, как «Школьный стадион». То есть на сегодняшний день совместно с правительством Самарасковой области то есть консолидированными усилиями у нас реконструируются спортивные площадки плоскостные непосредственно при школах, чтобы можно было не только занять урок физической культуры, но и занимать спортивные секции. И по хоккею, и по футболу, так сказать. И по легкой атлетике. Извините, перебью, знаю проблему, что заброшенных площадок много спортивных. Решается? Потому что сама была снималась уже в 2004-м. В школах у нас уже такого нет. Не в школах, а вот на территории района. Вы знаете, на территории трудно сделать площадку для занятий спортом. Там, как правило, ставятся малые архитектурные формы, благоустройство, озеленение, освещение, внутриквартальные дороги – это главное. Но у нас по микрорайонам находятся образовательные учреждения. Их 14, как уже мы сегодня услышали. Вот там работа выстраивается. Но, конечно, нам этого недостаточно. И на сегодняшний день у нас есть и уже договоренность с главой региона Николаевичем, где на территории Октябрьского района, наряду, так сказать, с орбитой, с маяком, и в Октябрьском районе будет строительство так называемого ФОКа-тройки. То есть есть предложения. Конечно, очень трудно для такого большого сооружения найти площадку. Но самое главное, что есть задача построить площадку. Вот с депутатами райсовета, куда ходят представители и госуниверситета, и политехнического института, с тем, чтобы в доступной, не только шаговой доступности, но и в цене это использовали существующие бассейны, существующие площадки. Хорошо. Но ФОК – это задача номер один. Есть звонок. Попрошу вас очень коротко. У нас буквально истекает время эфира. Представьтесь коротко, задайте вопрос. Алло, здравствуйте. 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 У нас освещения нет около дома. И асфальта нету. Я вам спасибо. Спасибо. Ваш адрес берем в работу. Обязательно встретимся и посмотрим, что можем сделать уже сегодня и что можем сделать на будущий год. Программа «Светлый город» и ремонт внутриквартальных дорог реализуется на территории Октябрьского района. Время вашего ремонта мы обязательно вам скажем. Марина снова выходит на связь с нами. Опять же, наверное, у нее ребенок, который хочет заниматься спортом. Спрашивает Александр Петрович, куда отдать младшего школьника, в какой вид спорта, в Октябрьском районе. Что посоветуете? Для младших при школах у нас есть сотрудничество, где детские спортивные школы проводят на профессиональной основе занятия мини-баскетболом, то есть для такой возрастной группы. Занятия восточными единоборствами, тхэквондо. Мартынов Алексей Анатольевич, который вы видите на телеэкране, там занятия идут и с ребятами, которые имеют трудность в здоровье, так сказать, это крылья мечты. Но вы видели детей там 3,5 лет. Это по занятию футболом, которые в ходе подготовки аттестуются и уже зачисляются в профессиональный клуб крылья советов. Ну и, конечно, мы живем на Волге. Я бы порекомендовал бы, у нас при плавательных бассейнах ведомствах существует и занятия для маленьких детей плаванию. Конечно, нужно ребенка поставить, как говорится, на воду. Да. Еще вопрос, который я задаю каждому главе района, который приходит в нашу студию. Каких принципов руководителя вы придерживаетесь? Какие ваши личностные качества помогают вам в таком ответственном и трудном деле? Алла Александровна. Первое мое качество – это желание работать. Я люблю работу, я работаю, и мне нравится получать результат от работы. А результат от работы, когда люди благодарят, когда люди говорят о том, что все сделали. И второе качество, наверное, это чувство ответственности за то слово, которое ты даешь, и чувство ответственности за то дело, которое ты делаешь. Любовь, ответственность и огромное желание. Жить в красивом районе, в красивом городе, в красивой стране. Я слушала еще о вашем умении убеждать, И сегодня убедилась, что вы действительно можете это делать. У нас остается буквально меньше минуты. К сожалению, мы не успеваем посмотреть сюжет о том, как городские масштабные проекты реализуются в Октябрьском районе. Адреса Гастелло 47, проспект Ленина 10, ремонт дорог, триквартальных дорог. Хочу просто хотя бы озвучить, потому что действительно мы видели воочию, каких результатов там добились. Изменения не можно видеть не только по телевизору, достаточно выйти по этим адресам. Сегодня это не гипотетические планы. Сегодня, конечно, мы испытываем чувство большой гордости за те изменения, которые происходят. Спасибо за то, что пришли, рассказали о том, как живет район. И главное, за ваш позитивный настрой. Потому что я думаю, что только так могут решаться проблемы. Благодарю вас за участие. В следующий раз поговорим о Самарском районе. Следите за анонсами. Всего хорошего.